ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветос, амигас! Вот есть же в этой игре танки, которые даже на данном этапе развития проекта выглядят довольно годно и интересно. Но это точно не про М1 Абрамс. Разработчики на нём как следует отдохнули, прям как природа на моей бывшей. На танке нет никакого обвеса, который делал бы эту машину симпатичной, а текстуры у неё довольно посредственные. Именно из-за таких машин, как Абрамс, потом мне в комментах пишут, фу, какая графика. Но основная причина моего негодования в плане визуальной модели этого танка даже не в этом, а в том, что почему он, сука, зелёный? Почему он не классического песочного цвета, такого, каким мы привыкли его видеть в новостях и в кино? Ведь практически вся история его боевого применения свелась к конфликтам на Ближнем Востоке, а там зелёный Абрамс нахрен не нужен. И даже если допустить, что американский разработчик Obsidian по какой-то причине не знает, какого цвета американские танки должны быть, то зайдите на Google, наберите в поиске по картинке М1 Абрамс, и увидите, что 85% фотографий Абрамс, на них он песочно-жёлтого цвета. К тому же, так уж в играх про танки исторически сложилось, что каждая нация имеет свой цвет. То есть Советский Союз зелёный, немцы серый, Англия жёлтый, китайцы там тёмно-зелёный, французы голубовато, хрен пойми, какой индиго, наверное, цвет. Вот. А здесь Абрамс зелёный и Советский Союз зелёный. То есть такое ощущение, что Абрамс сделали не в Америке, а где-то на Автовазе, видимо, параллельно с разработкой Т-80. Тем более, что жёлтый песочный цвет здесь свободен, потому что европейские всякие основные боевые танки, они здесь какого-то бледно-белого цвета с карбоновой крыши, видите, в этой графике. Вот. ХМ-1, главное, предшественник Абрамса, он почему-то такой жёлтоватый с намёком на песочку, да, но сам Абрамс почему-то зелёный, меня это бесит вообще. И вот, кстати, и арта американская почему-то вот это, почему-то паладин зелёный. С какого хрена он зелёный, если М109 жёлтая? Насколько я помню, М109 жёлтая, где-то М109. Ну, более-менее жёлтоватая. То есть, никуда не годится. Однозначно надо менять Абрамсу цвет и делать ему какой-то обвес, соответствующий этой машине, потому что, ну, я ни разу не видел настолько голый Абрамс вообще нигде, разве что подорванный. По поводу самой машины, что можно сказать? Можно сказать только одно. Корыто редкое. Во-первых, он свободно пробивается вот в этот лист. Снаряды заходят под вообще диким углом, то есть, ну, танк, если стоит напротив, и стреляет, снаряд туда влетает просто вообще как член в рукомойник. Нижний лист доступен для пробития из Т-80, причём я один, ровно один патч назад Абрамс туда не пробивал. То есть, либо на тех 80-ках, которые меня туда прохреначивают, стоит датчик изгиба, вот это, да, оно типа в теории увеличивает пробиваемость, либо чёрная магия действует на Абрамс, когда я играю я. Но с другой стороны, здесь ещё есть элемент рандомности всё-таки, потому что если вы в бою нажмёте на снаряд, вот, то в бою будет написано минимальный пробой и максимальный пробой, то есть, когда маркер, если вы целите нижний лист Абрамсу, и маркер у вас красный, это не значит, что вы его не пробьёте. Может срандомить так, что вы выстрелите с максимальным рандомным пробоем, и, собственно, Абрамс проткнёте. Так что в бою Абрамс живёт не своей бронёй, а своим запасом прочности, который, кстати, недавно понерфили, и теперь он составляет 2444 с установленным боевым отделением второго левела. Этого хватает, чтобы успеть накидать из своей скорострельной пушки где-нибудь тысячи две дамага примерно. Он, слава богу, хотя бы не горит. Но даже такие вещи, как пробой нижнего листа и верхней лобовой детали, это не так вгоняет уныние, как его конфетные бортики. здесь у него борта, конечно, под стать Т-80, под стать всей советской ветки, то есть чуть-чуть Абрамс выпячивается, ему либо прямо в борт пробивает, либо вот в этот сракотан, где у него двигатель находится, который тут же получает крит постоянно. То есть ты видишь, допустим, что тебе нижний лист выцеливает или здесь, пытаясь, ну, инстинктивное, естественно, движение, это ромбануть и тут же твоя задница появляется в кадре и снаряд летит туда. Это просто вообще жесть. Я уже говорил на стриме, да, что надо перерабатывать модель повреждения бортов в этой игре, пересчитывать углы, я не настаиваю на рикошете, я предлагаю, чтобы если под прямо острым углом стреляют в борт, чтобы хотя бы урон не проходил с полным дамагом, потому что это полный бред. Игра вынуждает просто танк стоять лобом к противнику и бездействовать, потому что начнешь ерзать, борт подставишь практически, но по чуть-чуть ерзать все равно не поможет приведенка не настолько тут нижний лист увеличит, то есть все равно пробьют. Вот, значит, что там до личного дела, как дела обстоят на Абрамсе, он уже у меня в принципе в топовой комплектации, движок я уже не выдержал, брал за свободный опыт. Абрамс 52% побед, всего за 22 боя, но я еще естественно в ПВЕ самый стоковый вариант танка, самый стоковый модуль прокачивал в ПВЕ. Средний урон за бой 2300, да, 2400 практически, да, 2394, но это чудо настоящее на этой машине. Для сравнения, чекнем Т-80 на Т-80, ну, на советских машинах у меня, как обычно, полная депрессия, я не знаю, почему у меня вот именно на них геймплей не идет, видимо, для моего стиля игры советская техника не подходит, ибо слишком картон пробивается всеми, во все, во все щели, во все дыры, вот даже, смотрите, опять Т-72А, чекаем, полторы тысячи дамага, берем какой-нибудь там, что у меня еще есть, XM1, да, который у меня достался уже по нерфин, и хренак, 2000, Леопард, 2500, ну, как так-то, МБТ, 2400, даже на легком танке 2400 дамага, даже на Тайфуне, который я ненавижу, эту дамага больше, то есть, даже, блин, на пятых левелах машинка дамага больше, так что, вот такая борода, уж, насколько советские танки днище, по моему мнению, вот, Абрамс на этом левеле, это днище номер 2, Челленджер, конечно, абсолютный король здесь, ну, несмотря на то, что он горит теперь от попадания в фары, но еще неплохо у меня получается на Леопардах играть, они вот стабильны, они не имбуют в этой игре, но они стабильно хороши, они вот прям, не прекрасны, но отличны, ну, а сейчас, все-таки, придется поиграть на убогом Абрамсе, у него даже, эта пушка, похоже, ствол на палочку от Чупа-Чупса, блин, она какая-то, несоразмерна его огромному корпусу, обрубочек какой-то торчит здесь, мне кажется, что все-таки в реале у него пушка как-то потолще, ладно, глянем наглядно, как он там в боях себя покажет, вот, значит, первый бой, ну, тихая река, половина команды, шестых, кинула удачно, Абрамс, мне кажется, специально в такие бои кидает к шестеркам, потому что только на них он может прокачаться, с седьмыми ему довольно тяжело приходится, но, тем не менее, есть полкоманды седьмых, а в топе вообще у них Т-90, нам девятку, восьмерку, вернее, в топ не нашли, вот, не хватило нам восьмого левела одного-единственного, не знаю, как они так баланс свой делают, но я регулярно такое вижу, что команды неравносильны, но при этом, как правило, перевес по скилу в таких ситуациях оказывается на стороне команды, у которых вот этой девятки в топе, восьмерки, то есть в топе нет, почему говорю девятки, потому что я сейчас играю на обычном Т-90, и меня постоянно КМС-ком кидает ко всяким, я уже, я уже не знаю, я уже привык просто везде их видеть, да ладно, уже засветка, что ли, а, ну вот, по прямой, да, ай, попадание, и чемоданчик от арты, опоздавший такой, так, ну что, она, она у гад, что ли, по мне, таки да кидает, что ли, понять не могу, ну, ну попало, все-таки смотри, надеюсь, что наша арта не спит, и перестреливается с ней чемоданами в ответку, так, леопард, на том, на правом фланге надо его и поехать забрать, потому что больше тут никого нету, в принципе, ну, движут, двигло топовое, я, конечно, на Абрус поставил, но я возлагал на него гораздо большие надежды, я думал, что танк станет прямо вот динамичный, динамичный, а он что-то совсем ни хрена нету, вот девятый Абрус, да, последний, на данный момент, вот он стоповым движком гоняет быстрее, чем 90 МС, вообще прям ультрадинамичный, ну, а оттуда меня, скорее всего, не пробьют, потому что некому, но тем не менее, я просто пытаюсь пристроиться сейчас к леопарду в тыл, здесь, видимо, по ширине между домами мой танк не пролезет, или пролезет по вот этим, по велосипедам, да, я думал, вообще-то, что его кто-нибудь в бой да затянул, Визель, Визель сваливает, Визель не видит, что я его заклинчевал, нет, видит, развернулся, вот, вот это полезное дело, давай, а, черт, от, 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 отпердачил его Визель, и тут же летят Птуры, а, Птуры летят от Брэдли, ну, конечно, я даже знаю, где он стоит, рикошет, а, это 90-й там стоит, от башни играет, с фугасами, с фугасами, вот это круто, да ладно, я уже думал, опять Птур летит, а, тут Вобла, Чентавра, о, Чентавра не ко мне, нет, Чентавра, пользуясь тем, что 90-й стоит и всех запугивает, в наглую раскатывает по 6-й линии, по 7-й, Леопард пытается зачем-то перестреливаться с 90-м, я вот вообще не понимаю, зачем, как бы он себе сильно льстит, если думает, что он сейчас что-то серьезное там сможет причинить, по первой линии нас давит Челленджер, можно его, кстати, поехать пожечь, у меня еще 400 здоровья есть, с запасиком, одну плюху от арты чисто получить, тут же Абрамс, хотя я башню даже не высунул, но от чего-то засветился, видимо, радиолокационное обнаружение сработало, не знаю, так, арта у них еще одна жива, так что чемодан атакации может и прилететь, сейчас походу Челленджер меня не дождется, нет, дождался все-таки, думаю, сразу можно перейти на фугасы, потому что он будет стоять ко мне лобом, скорее всего, пока я заберусь в эту гору, отличный, отличный, УВН, здесь мне очень даже на руку, потому что какой-нибудь советский танк или любой другой, наверное, в такой ситуации стрелять бы не смог по Челленджеру, а Абрамс может, вот что значит надо играть от УВН, стоите на этой карте вот здесь вот и ждете, когда к вам в конце боя приедет враг, Вау, попал, подожгли, что-то как-то его смачно потушили, прям молниеносно я бы сказал, ну да, давай подождем, пока он там починится, почему-то мне перестали писать, какие модули у него повреждены, видимо, и закрыто, на тебе, в чердак, обличит, это арта его, походу, окучило, цель уничтожена, но я его не поджег, просто добрал, ну что, Акация будет кидать свой чемоданчик? А ну-ка, подзакинь свой чемоданчик, нет? О нет, так нет, все, можно, видимо, продавить этот фланг, в жало, в жало, будучи шотным, смелый ход, мы владеем центром карты, они там за мостом сконцентрировались со своей силой, где-то здесь гоняет Брэндли, и Стингрей, Брэдли на базе стоит, вон он, да, он там и появился, откуда Птуры пускал, там целый бой и стоит, вот чувак, вообще по фану играет, я балдею, король геймплея просто, чего отсюда не видать, в ответку-то ему надо заслать что-нибудь тоже, в бестолковку, давай-ка залезем, залезем, о, а вот и Стингрей, пробили, дымы, вау, бля, куда он там делся-то, попали, да, дамаг, дамага у Абрамса вообще не хватает по-жесткому, конечно, оставил ему этот шанс на реванш, так называемый, блин, да, мы почему-то не берем базу, что меня удивляет, мы почему-то вокруг нее там ездим, по центру города, видимо, надеемся, что бой закончится тем, что мы просто врагов разберем, сволочь какая-то, посмотри, 53 хелс оставила, ждала, стояла, это значит, что надо задом-задом и отсюда валить теперь, потому что Стингрей переключится на фугасе и меня просто доберет, Абрамс дуй на базу, конечно, я же такой быстрый, я же такой стремительный, а скорость захвата у меня просто реактивна, почему ты не пишешь Чентауру, чтобы он дул на базу, я вот не понимаю, есть захват цели, вот до этого, ребята, нужна автоцель, особенно на танке с хорошим сведением и маленьким разбросом, 2 600 дамага накидано, 2 400 получено, ну, я еще геройский леопард в начале боя затанковал и получил 2 Птура в сраку, вот без них было бы лучше, мне почему-то кажется, что Брэдли уже летит ко мне, нет? или он бот и так и будет стоять на базе, ой, 90-й уже помер, дед, остался леопка и Брэдлик, леопка найден, но если я на Брэдли не нарвусь, в принципе, а вот Брэдли все-таки сорвался со своего насеста, решил поучаствовать в войне, посмотреть на поле боя поближе, блин, блин, нам есть-то быстрее, сейчас что-то я даже не знаю, с какой стороны он покажется, что решили добирать, что-то, а он сбил, все, хана Брэдли, перестрелка на мини-пушках завершилась уверенной победой Визеля, ну, что, поглядим, что-то назарабатывал, шотный Абрамс, вообще шотный, реально, муха насрет и он взорвет 53 хелса, ювелирно повезло, видимо, Акация в конце попала не прямой наводкой, наверное, что-то мало она сняла, 9000 двойного опыта, разведданные полторы тысячи, и почему-то ни одной медали мне не дали за этот выдающийся бой, в тройке хотя бы по опыту, модификации, ничего не надо, а, вот, оборудование, урон, 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 и того у меня урон 419 у снаряда, даже после установки всего на урон, но между тем, у какого-нибудь Т-80, да, у меня урон только вместе со сведением стоит и то не топовый, все равно 568 дэмэджи, а, при этом, кстати, давайте заценим сразу, какой у меня там средний дамаг на этой технике, 2500 урона, а давайте заценим для прикола, какой дамаг на Т-80, еле-еле почти 2000 урона, несмотря на то, какая у него волшебная пушка, как так, непонятно, ну, еще замес, так, ну, вот, собственно, нефтепровод, как мы видим, опять бой наполовину, удачей наполовину нет, полкоманды шестерок, две аж восьмерки, ну, и семерики, но тут еще большая удача в том, что на эту карту вообще попал на Абрамсе, потому что с его УВНом, это, можно сказать, его дом родной здесь, с таким, вообще, вот вниз пушка, я не знаю, вот у советских танков бы она так опускалась, здесь у российских, я бы про нижний лист вообще не ныл никогда, мне вот ничего больше не надо, только УВН, который позволяет, реально, и от башни танковать, и не обращать внимания на то, что танк стоит наклонно на всяких кочках, то есть, на некоторых картах УВН просто важнее, чем броня, чем пушка, чем вообще что угодно, вот, собственно, кстати, нефтепровод, это одна из них, очевидно, что девяностики поедут на завод туда, танковать своей броней, которую мало кто может в этом бою пробить, естественно, зная свой УВН, который, ну, очень, не очень, о, девяностые здесь, смотри, где там подсветка-то, ёптать, я не знаю, странно, но девяностые приехали на песок сражаться, это поистине странно, либо ПВЕшники, либо я не знаю, что, что они задумали, сейчас снесли, снесли хижину какого-то пастуха, окончательно её добила арта, я не понял, почему арта кидает по мне, я что, самая опасная, что, ой, один раз сплошануло на 62 урона, это, это достойный результат артобстрела, нет, всё-таки УВНа тут немножко, он идеален, но, не настолько, и постоянно кто-то, блин, меня там из своего микропулемётика гемипенисного пытается обоссать с правого фланга, ну, где этот Чайленджер, о, 90 едет, что-то мне не нравится, что они тут раскатывают, хотя он сейчас бортом здесь появится, смотрите, как классно будет, ой, как круто, я 90, я не пробиваюсь, я буду нагибать в этом бою единственная восьмёрка, да, ой, прям в пердобак влетела чья-то ракета, досадно, ёптить, жжня, может на кумулятивы перейти, я их просто не люблю, бам, прямой наводкой арта бахнула, бам, ещё раз, ты смотри, нагибает, арта нагибает, нёрфить, срочно резать, как он там вкорячился, что-то не понял, почему я его не вижу, ой, ещё один бортом выехал, сегодня просто праздник какой-то, день борта, день резиновых бортов Т-90, сущая дочь, что, дострелялся, шестюнок, думал, я буду вечно смотреть, как он на меня сикать будет оттуда, причём он стоял так уверенно, ему, он, я так понимаю, не был в засвете, хотя должен, нет, как-то не был, почему же я его вижу тогда, просто не пойму, почему он не уехал, продолжал стрелять, он верил в свою неуязвимость, что ли, у него, не знаю, командир танка Борис, хрен попадёшь, может быть, сейчас Акация опять сведётся, начнёт чемоданчики свои закидывать, ну чё, гореть-то будем, а, челлендж, пам, 88, зигу, о, вот это чё было, а, Чентауру пробил, ну вот, а говорят, что, эти, как его, истребители танков, у них самые донные пробои, я видел, как вот эти Чентауру, по 10 тысяч дамага из боя вывозят, не надо мне лучше ссать, что ИТ-шки тут не нагибают, видимо, в каких-то конкретных руках они чьих-то не нагибают, во всех остальных они нормалёк, причём урон такой, 852, ёпта, шутка ли, как ПТУР, как ПТУР влетел, я херевая, причём мне даже страшно теперь туда лезть, потому что вторая такая пролетит, отлично ты тут нарисовался, Чентауру, супер вовремя, прям вообще, ещё раз в кадр залезь, Чентауру от меня выхватил на 800, на 852, это чё за урон такой вообще, ай, борта подставил, молодец какой, я вроде, кстати, видимо, видимо, по-своему, хорошо криты проходят, бля, чё, гореть-то будем, нет? Гори-гори, моя звезда, о-о-о, опять, опять летают, летают снаряды, а он не знает, на упреждение стрелять, не на упреждение, куда, чего, а, а, куда, 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 чемодан, 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 мимо, мимо, что делать, что делать, где Абрамс, Абрамс нагибает, чемоданить его, чемоданить. Давай. Что, скрысили? Не, не успели, 60-то. А вот и Чентаура едет. Угадайте, за кем он едет. За мной, конечно. И арта, и арта. Отлично, ещё попадает. Пристрелялась, что ли? Ну что? Кто-нибудь помогать не будет? Да, попали. Мы попали только, блядь. Мы попали не в том смысле, я думаю. Да тут как не повернись уже со всех сторон, блядь. Команда опять. Сборная, сука, Марианской впадины. Медузы, выбравшиеся на берег, ёптать. У них девяностики, такие донные, посливались. И это нам всё равно ни хрена ничем не помогло. Ой, блядь, я не знаю. Надо на день Нептуна, блядь, свечку ставить, чтобы он своих этих миньонов мне в бои не подбрасывал. Чё, кто чё? Кто чё набил? А никто ничего не набил. Причём у меня статистика-то, что я по девяностым стрелял, по семёркам стрелял. Я с шестёрками почти не воевал в этом бою. Так что, в принципе, Абрамс можно похвалить за этот бой только. Отражённый урон 10 тысяч. Ну, это из-за этих автопушки стреляли. Ну, в общем, подводя итог, что можно сказать про Абрамс, очень, как ни странно, для урановой объединённой брони танчик очень хрустальный, очень нежный и картонный, просто чпокается во все дыры. В верхний лист даже с критом, причём с офигенным. Ну, борта у него, я уже говорил, да, хлопчё-то бумажные на синтепоновом подбое, сука. Поэтому играть на Абрамсе надо на каждой карте стараться именно в тех местах, где можно реализовать его УВН. То есть, танк наклоняет корпус, опускает ствол и получаются неплохие приведённые углы. Это вообще единственный, единственный шанс хоть чего-то в этом бою накидать будет. То есть, на каждой карте находите то единственное место, где можно реализовывать УВН-ку, и там на нём на Абрамсе херачитесь. Ну, либо вы просто прётесь в наглый размен и накидываете сколько можете, покуда вам позволяет 2-400 тысяч здоровья. Кто, в общем-то, был уверен, что в игре американского разработчика будут нагибать американские танки, а я был в этом уверен, после того, как XM1 вообще не пробивался в лоб, теперь, собственно, наступает разочарование, потому что это, видимо, далеко не так. Так, меня часто спрашивают, какие танки качать в этой игре? Какие будут нагибать? Ну, я вам базарю, что 90-й и Абрамс качать однозначно не стоит. Стоит качать Леопарды и европейские ОБТ. Вот Ариет, это вообще лучший танк своего левела, я попозже покажу на нём один прикол в следующем видео, или через одно, или через два, когда 90-й будет, короче. Вот, потому что они одного левела. Но, в принципе, вообще говорить об этом рано, потому что на девятом левеле там вообще не пойми, что сейчас творится. На девятом левеле, то есть технику девятого левела завезли, а геймплей не завезли. Поэтому, покуда там ещё такая неясность, рано вообще говорить, какую технику качать стоит, какую нет, но на данный момент я базарю, что лучшие танки это немцы и европейцы, итальяшки. Так что на этом, собственно, всё. Там, чего-нибудь там пишите, чего-нибудь там жмите, как обычно. Всё такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok